Большая энциклопедия природы Не отставайте, сейчас будет порожек Готовы? Прыгаем Давай, прыгай Давай, давай Что происходит? Простите Теперь у нас новая книга Истории медведя всегда такие интересные Такие же интересные, как и мы Где он? Я его не вижу Должно быть, он добрался до мёда на пасеке Я так хочу послушать его истории Он идёт, я вижу его Скорее, прыгай Вижу Вы все в сборе Итак Сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы Я расскажу вам Про лягушку Подходите к нам, ребята Вам расскажут лягушата Историю смешную О том, как Гринни-легушонок Уже воспитанный с пелёнок Не тратил сил впустую Он соседям помогал Никого не забывал Гринни добрый и смешной Мы с ним дружим И с тобой Так, все лягушки Начальники, занятые в строительстве клуба Взываются на собрание Которое состоится во дворе Я тоже хочу пойти Тоже хочу пойти Отлично Я рад видеть, что у вас с утра ясный взгляд И хвост пистолетом Как вы знаете, нам предстоит выполнение важного задания Прежде всего, необходимо высушить кирпичи, которые пойдут на строительство клуба Подумайте, что это значит Мне доложили, что другие колонии лягушек отстают от нас Поэтому, если мы напряжёмся, сможем выиграть главный приз Ура! Во-вторых, нам придётся присматривать за урожаем В частности, потому что вблизи полей были замечены жуки-вредители Я хочу ловить жуков Успокойся Ты не можешь выбирать, но должен делать то, что говорит начальник Эй вы, ну-ка, хватит шептаться Фрэнк, ты будешь переворачивать кирпичи, чтобы они высохли Грини, иди сюда У меня есть для тебя работёнка Она тебе понравится Я здесь, сэр Эта работа является важным, нет, основным условием для успешного выполнения нашей задачи Вот, держи, бери Сегодня ты будешь следить за погодой Сообщи мне, если увидишь тучи Нельзя допускать, чтобы кирпичи намокли Эй, Грини, вернись Я должен тебе кое-что сказать Я здесь, сэр Вот ваш бинокль, я рад, что вы нашли для меня другое занятие Грини, не смеши меня Разве можно следить за погодой без бинокля? Ты должен следить за всем За небом, полями, кирпичами Я забыл дать тебе горн Сигнали в него, если заметишь опасность Мы везде его услышим Хорошо, сэр Сейчас я настроюсь и приступлю к работе Грини со станции вызывает холм лягушечьей икра В метеорологической ситуации следующие Чистое небо и легкий восточный ветер Повторяю Чистое небо и легкий восточный ветер Холм лягушечьей икра Вы записали? Это холм лягушечьей икра Вызывает Грини Мы все записали Приборы подтверждают твой прогноз Чистое небо и легкий ветерок Ветер скорее северо-восточный Но это не создает проблем Это естественно, если учесть расстояние между нами Держи нас в курсе всех изменений Это все Похоже, все под контролем Расскажу все по микрофону Всем лягушкам на полях Внимание! Это Грини С центральной метеорологической станции Согласно прогнозу погоды День будет ясным С легким восточным ветерком В некоторых областях С северо-восточным Нет никаких причин полагать Что погода изменится Мы считаем, что такая погода Сохранится на целый день Целый день будет хорошая погода Значит, все кирпичи высохнут Слишком жарко Наверное, пойдет дождь Ты что, глухой? Не слышал прогноз погоды? По сведениям холма, лягушечьей икра Погода будет ясной Ветер поменял направление с северо-на-северо-восточное Что естественно, учитывая наше расположение Погода прекрасная и останется без изменений Отличная погода целый день Можно работать спокойно Лучшего дня для сушки кирпича не найти Выкладывайте кирпичи И они высохнут в мгновение ока Спасибо Прогноз погоды от самого Грини Посмотрите на старого Кардо Он даже бабочку поймать не может Кардо, я с удовольствием тебе помогу Спасибо, но я сам неплохо справляюсь Ловите! Охотятся на жуков На это стоит посмотреть Где они? Должны быть где-то поблизости А вот они где Вперед! Вместо этой скучной работы Я бы лучше охотился на жуков Эй! Божья коровка! Эй, Кардо, там божья коровка Поймай ее Охотятся на жуков Моя лапка! Грини, что ты здесь делаешь? Ты должен быть на станции Я участвую в охоте на жуков Старый Кардо уже никого поймать не может Я решил ему помочь У тебя нет никакого права ругать Кардо Он прекрасный охотник Он такой старый, что может поймать только простуду Грини, немедленно прекрати Тебе дали задание, и ты должен его выполнять Не волнуйся, погода не изменится Я скоро вернусь Грини, подожди Вернись Ты не можешь уйти просто так? У тебя есть обязанности? Мой прогноз на сто процентов точен и надежен Погода прекрасная и таковой останется Хотелось бы в это верить Я сбил кузнечика Я сбил кузнечика Поймал Нет Помогите Помогите Попалась На растение Холм лягушечей икра вызывает Грини Прямо на поля надвигается гроза Повторяю Прямо на поля надвигается гроза Немедленно подай сигнал Нужно накрыть кирпичи Брicks must be protected Раз-два, 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 раз-два. Поторапливайтесь. Что? У нас на пути препятствие. Уберем его. Эй, проснись! Скорее за работу, пока не начался дождь! Какой еще дождь? Я составляю прогноз. Погода будет замечательной. Посмотри на эти тучи! Тучи? Я же сказал, я составляю прогноз. Поверь, это просто дымка. Ты что, это же тучи, и в любую минуту может начаться дождь. Если ты предсказатель погоды, то я головка чеснока. У муравьев очень чувствительные усики, мы никогда не ошибаемся насчет дождя. Вперед! Раз-два, 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 раз-два. Эй, отдай! Она моя! Да ладно! Куда вы все время спешите? Внимание, внимание! К полям, хрена и соседним областям приближается сильная гроза. Предпримите необходимые меры. Подайте сигнал. Гринни, дай сигнал! Гринни, что ты там делаешь? Немедленно подай сигнал. Гринни! Скорее, Гринни! Времени в обрез! Нужно как можно быстрее накрыть кирпичи. Быстрее! Всем внимание! Сюда! Гринни, дай сигнал! Нет! Помогите! 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 Ну вот, все! Вы понимаете, что мы едва успели предотвратить катастрофу? Почему нам не подали сигнала? Другие станции наверняка подали предупредительный сигнал. Еще пару минут, и кирпичи превратились бы в кашу! Это все из-за меня! Наконец-то ты пришел! Да что с тобой, Гринни? Почему ты не на станции? Если тебе стало плохо, нужно было позвать замену. Уважительной причиной может быть только болезнь. Где ты все это время пропадала? Ты понимаешь, что если бы не Франциск, который поднял тревогу, мы бы не успели накрыть кирпичи? Я... Я просто хотел поохотиться, вот и все. Смотрите, снова выглянуло солнце! Кирпичи спасены! Гринни, возвращайся на станцию! Это Гринни с центральной метеорологической станцией. Я хочу попросить прощения у каждой лягушки, работающей в поле. Из-за моей оплошности мы чуть было не потеряли целый месяц работы. Обещаю больше никогда не покидать рабочее место. Слышали? Чтобы признать ошибки, нужна храбрость. Да здравствует Гринни! Однажды дождь пролился на поля. Ну кто же виноват, неужто я? И стало лягушонку Гринни грустно, прогноз погоды это же искусство. Он извинился за свою ошибку и подарил соседям всем улыбку. Но обещал, что больше никогда он не пропустит дождик на поля. Лягушка. 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 Возвращение. Это животные из отряда бесхвостых земноводных. У них короткое туловище, на котором нет хвоста и хорошо развитые задние лапы, которые лягушки используют для прыжков. Сколько насчитывается видов и где они обитают? Существует около 2700 видов, разделенных на 200 родов. Род Анура включает в себя не только лягушек, но и жаб. Лягушки встречаются по всему миру за исключением полюсов. Большое количество лягушек обитает в тропиках. Какой образ жизни ведут? В первую часть жизни лягушки проводят в воде, где они развиваются из яйца и превращаются в головастика. Когда у лягушек развиваются задние лапки, они переходят на сушу вблизи водоемов. За исключением брачного периода, лягушки живут отдельно друг от друга. Как они передвигаются? Лягушки — подвижные животные. Они передвигаются быстрыми, ловкими прыжками. Эти животные прекрасно плавают и ныряют. Чем они питаются? Главным образом — более мелкими животными — насекомыми, червями и улитками. Как они защищаются? Головастики лягушек беззащитны. Взрослые же лягушки в случае опасности прячутся среди растительности или уплывают. Только некоторые части лягушек удается спастись от хищников. Какая у них связь с людьми? Не очень хорошая, потому что люди часто убивают лягушек, несмотря на то, что это очень полезные животные, и их нужно защищать. Могут ли они жить в городе? Да, лягушек часто можно встретить в парках. Итак, вы все усвоили? Мораль всей истории такова. Нужно всегда выполнять свои обязанности, потому что от вас могут зависеть другие. Усмотрите, кто к нам спешит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Фильм подготовлен на студии ВАРМСАУНД. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Сергей Лолитин. Текст читали Мария Косяк и Лев Ретник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА